Давай спрашивать. Да, начинай. Почему я? Ну, самый, наверное, устроенный вопрос. Как папа? Как у него дела? Да ничего, нормально. Занимается своими делами. Пока что живет за городом, в лесу, гуляет с собакой. Поэтому все прекрасно. Часто спрашивают, вообще, наверное, самый популярный вопрос к тебе подходит. Че, как папа? Че? Вот все. Нет? Да нет, ну да, бывает, конечно, спрашивают. Но чаще всего спрашивают, а вы его сын? Нет. И последний вопрос про папу, и мы перейдем на тебя. Почему он не хочет вернуться в сборную? Устал? Слушайте, да, я думаю, что он устал. Он уже столько лет провел в качестве главного тренера и в клубе, и в сборной. И всегда нужен был результат. Поэтому я думаю, что он просто устал от всего этого. Хочет просто отдохнуть. После того матча с Бразилией, я думал, что вообще человек просто уйдет на пенсию. То есть, все, я устал, я ухожу. И где-то там картина, где-то они там за городом сидят, вот это клуб любителей охоты. Ларан, а скажи, каково вообще играть в «Зените», каково играть в команде отца? Как? На самом деле, если много про это думать и задумываться, то непросто. То непросто. И загоняешь себя, и заморачиваешься, и вообще уходишь в себя. Поэтому я уже понял, что надо просто жить с сегодняшним семенем, не думать ни о чем. И просто делать свое дело, тренироваться на совете. И все будет нормально. В команде нормально к этому относятся? Конечно. Так же, как все отжимаешься, бегаешь. Конечно. Даже в два раза больше раньше. Поэтому нет, все нормально с пониманием. А подкалывали первое время вообще? Бывали, конечно, такие шуточки, но я совершенно нормально это воспринимаю. Не было такого, что смог. Да, нет. Я раньше вообще как красная тряпка был в команде. Что ж, отлично. Мы еще сейчас продолжим задавать вопросы. Сейчас к нам подключится аудитория с ТНВ. Дорогие телезрители ТНВ, приветствуем вас. С вами Зухраур Азбахтина, Махмуд Ракафи. С нами гость, связующий с «Зенитом» Лоран Олеговна. Мы уже немного начали задавать ему вопросы. Так что сейчас мы продолжим. Пишите в комментарии в официальной группе ВКонтакте «Хоккейный клуб «Акбарс». Мы обязательно зададим самый интересный вопрос нашему гостю. Ну что ж, продолжим. Ну да, возвращаемся к хоккейу. Вообще ты любишь хоккей? Как к хоккей отвечаешь? Да, я хоккей очень люблю. Наверное, после волейбола это вот спорт номер один. Вот. И я частенько хожу на хоккей. Вот был недавно на «Металлур», когда была домашняя игра. Да, и с командой действительно, когда у нас есть свободное время, выходной день, мы с удовольствием ходим в болезнь. Ну, часто можно увидеть и вашего тренера команды «Зенит» тоже часто можно увидеть, и игроков. Их сразу видно. Я постоянно вижу, я сейчас напутаю что-нибудь. Будько, да? Да. Он не знает, с кем он ходит, но они всегда вдвоем. Второго я вот не помню. Их всегда видно, потому что он тоже метр девяносто, наверное. Нет, он повыше, наверное. Их всегда видно. Слушай, а не было такого варианта, что ты бы мог, допустим, в детстве хоккеем заниматься? Я ходил. Я ходил и на фигурное катание, и на хоккей, но это было больше так, для общего развития, чтобы научиться там на коньках кататься. Ну, там ноги в коньках, ноги будут заросены. Ну, да, да. Ну, вот научился, теперь могу свободно кататься на коньках. Такой покатался-покатался – волейбол. Слушайте, а с твоим ростом можно было бы стать неплохим защитником. Как тебе вообще Акбарс в этом сезоне? Да, вообще классно. Я прямо, ну, действительно, я вот схожу на хоккей и любуюсь этим видом спорта. Нашими ребятами, мужики. Реально молодцы, как они бегают, как они там защищают. Как они нападают. Ну, это просто супер. Мне реально очень нравится. С кем ты из хоккеистов? Есть какие-то дружеские отношения с хоккеистами? Я, кстати, знаю, с кем. Ну, прямо дружеских таких нет, но пару раз общался с Эмилием Гариповым, да. Желаю ему, кстати, здоровья. Иногда встречались с Данисом Гариповым, а так нет. Ну, а так бывает, что подходит какой-то хоккеист. О, ты же этот, так же происходит, нет? Не было такого. Не было? Не было. Ух, ты ж волейболист, я тебя знаю, ты в твоей посылочей. Хотел бы стать таким вот, стать в Казани волейбольным Данисом Гариповым? Ну, конечно, конечно, наверное. Ну, Данис Зарипов – это легенда, наверное, да, хоккея мирового, наверное, и российского. Откуда у вас в семье вообще любовь к хоккее? Да, я не знаю, наверное, вот мы начали смотреть хоккей, когда переехали все вместе в Казань, вот, раз ходили на хоккей, два сходили, вот, что-то так понравилось. Откуда вы переехали в Казань? Из Франции. Из Франции? Да. Ну, и как тебе в Казани после Франции? Слушайте, намного лучше. Да ну, вы там в самом арабском районе жили? Ну, почти, почти. Я с ними в школу ходил. Там есть такие районы, где просто страшно появляться. Да, это так и есть. А в каком возрасте ты переехал? Ой, 13-14. Ты уже тогда, уже в волейбол, все, уже номер один был? Вот, я вот, нет, я вот как переехал, я начал волейболом заниматься в Казани уже. Вот я раз на тренировку пошел, два, и вот прям затянул меня, и вот. Сейчас вы как раз спросите про любимые места, давай. Да, я спрашиваю по традиции, да, у меня очень много разных вопросов, тоже по традиции, какие любимые у тебя места? Есть ли у тебя национальные блюда любимые? Знаешь ли ты татарский язык? Понимаешь ли ты его? Э-е. Ну, все, он ладок. Татарский рэп. Э-е, юг, и все. Все, это все, да? Да, ну, еще пару слов. Думаю, что ты знаешь больше слов. Какие любимые места в Казани? Любимые места, это, наверное, набережная. Я очень люблю там гулять. Все спортсмены любят набережные. Да, там и летом. Да, и летом, и зимой очень красиво. Люблю ходить в кино, там рестораны, банально. Ну, понятно. Ну, и вот такой вопрос. Если, представим, да, ну, в «Зените» у тебя все хорошо, ты, и ты играешь хорошо, может быть, не каждый раз, но все равно появляешься. Есть сейчас агент какой, у тебя же есть агент? Да. Без агента нельзя. Если агент скажет, давай, поехали во Францию, поиграем. Ну, был такой разговор, на самом деле, летом был такой разговор. Но как-то я вот сел и начал думать. Вот начал взвешивать все «за» и «против», все плюсы и минусы. И я решил к тому, пришел к тому, что надо бы еще вот какой-то поиграть. А потом покажем. Я просто не люблю вот заморачиваться и думать много про это, потому что начинается головная боль, и начинается, да, больше вот это у тебя в голове появляется, чем волейбол, там, тренировки и так далее. Главная боль – это поездки во Францию. Ну да, да. Ну, это поездка во Францию – это такое второстепенное. Главное же тут о спорте мы говорим, правильно? Там надо команда, тренеры, уровень лиги там и так далее, и так далее. Поэтому, да, я там не пропаду. Почему в Европе, во многих странах, хоккей не так популярен? Как ты думаешь? Я думаю, не так популярны, потому что уровень там другой в Европе, и школа другая у нас, я считаю, что советская-российская школа хоккея, она, ну, наверное, самая сильная в мире, с канадской, да, и, наверное, американская. Поэтому… Может, просто потому что они лентяи, и это же надо строить, это надо развивать, это катки, которые, чтобы развивать хоккей, он должен быть в каждом… Ну, вот Татарстан, яркий пример, в каждом районном центре у нас есть и волейбольный, тоже обязательно дворец есть, и хоккейный, потому что, чтобы развивать, нужен лед. А там, ну, как бы люди же очень экономные, никакой бюджет денег на это не даст. Ну, вы знаете, я думаю, что еще очень много, очень большая роль играет вот эти зимние коробки во дворах. Я думаю, что еще… На которых, как правило, зимой футбол играет, да? Ну, да, футбол и хоккей, вот, например, в Испании, я вот там бываю летом, я там по маленьким городам катаюсь, и я вижу везде идеальные поля для футбола. Футбол, да, там футбол номер один. Вот, и я, наверное, предполагаю, что неспроста они там стоят и в идеальном состоянии, и неспроста они там один из лучших в мире по футболу. А сам в футболе сгалу болеешь? Барселана? Ой, да я так, футбол, на самом деле, я не фанат, я не фанат футбола, да. Нагомеч, отстой. Ну… Первое место – волейбол для тебя, а второй – хоккей, вот и все. И дальше… Да, я за красивую игру, и я вот могу посмотреть какой-нибудь финал, там, Лига Чемпионов. Ну, это красиво, это здорово. Да, где там реально суперские команды, игроки, классный уровень. Да-да, я с удовольствием посмотрю. Сейчас идет большой-большой турнир, это Чемпионат Европы, по-моему, да? Смотришь, переживаешь? Да, да. И как тебе сборная? Да, у нас, на самом деле, очень крутая сборная, невероятно перспективная, там очень много молодых ребят, вот, и я, во-первых, желаю им только побед, да, без травм обязательно. Там наши ребята из Казанского, Кутьков, Вольвич, да, поэтому я реально им желаю только побед. И, да, смотрим, болеем, когда есть возможность, когда нет тренировок, то обязательно, да, поглядываем, смотрим хайлаты. Сегодня 21-30, сборная России играет совсем над, что нефтехимик будет играть с трактором. У меня вопрос от телезрителя, нет, у меня вопрос от телезрителя, я вам обещала. Итак, вопрос. Кстати, Лоран свою первую официальную игру за молодежный «Зенит» сыграл против команды из Новосибирска. Напомню, сегодня мы играем в Сибирь, да, Вить? И вопрос. Припоминает ли он тот самый смешной эпизод с первой официальной игры за молодежный «Зенит» против Новосибирска? Что там произошло? Почему ты улыбаешься? На самом деле, да, я помню эту игру, и, кстати, мне очень интересно, как наш телезритель узнал об этом. Это была моя первая официальная игра в молодежной лиге. Мы играли против команды из Новосибирска, в «Локомотив». Я вышел играть, и там был длительный розыгрыш, и когда у нас в волейболе есть, называется, падение на грудь, там обычные игроки, ну, потные, да, и оставляют немножко, да, да, рыбкой, оставляют небольшой след такой, ну, мокрый, и получается, пол становится скользким. Вот, и получилось так, что наш игрок упал под сеткой, я побежал к мячу и подскользнулся, и подскользнулся так, что упал и на свою сторону, и на сторону соперника. А надо мной, да, там мяч как будто над сеткой перелетал, и надо мной прыгнул соперник, и прямо вот я был под ним, и он увидел меня, и схватился за сетку, там порвал сетку, он еще приземлился на меня, да, то есть там коленями там по башке дал, вот. Это было вот буквально первые мячи, первые розыгрыши. Вот так я удачно начал свою спортивную карьеру в молодежной лиге. Ну, почему не удачно, а может быть и удачно. Да, а там была еще мама, вот сидела рядом, родители сидели, вот, и я посмотрел на маму, мама уже там бледная, уже все, сидит, смотрит. Угорал? Она уже, да, она, наверное, она просто лила, как мне там по башке упали, вот с коленкой. Ну, было весело, было весело. И, уважаемые телезрители, уважаемые телезрители ТНВ, приветствуем вас снова. С вами Зухраурас Бахтина, мой коллега Махмуд Ракаев, и у нас в гостях по-прежнему тот самый Лоран Олег, но мы его пытаемся сегодня вопросами. Вот сейчас мы всегда мучаем гостей, чтобы они тоже участвовали в нашей программе своими вопросами. И, кстати, шикарный приз Лоран принес, это его игровая футболка, не стиранная, прямо она, вот. Дырявая, вонючая. Да-да-да-да, да все, там кровь, вот это ошметки, чего-то там. Итак, вопрос нашим, уважаемые наши, слушайте сейчас внимательно. Итак, вопрос от Лоран Олег. Какой мой самый любимый исполнитель зарубежный, хип-хоп-исполнитель? Я не знаю. Могопед! Почти. И, конечно же, мы засчитываем того, кто ответит первым. Мы обязательно с вами свяжемся и обязательно постараемся с Лораном вручить вам этот подарок. Да, и контакт прописывают, просто не знаю, что перебью в московское время, а то там сейчас начнется опять. Да. Ну, какие прогнозы делали неблагодарные. Все-таки мы с тобой вот кусочек игры смотрели, как думаешь, какой счет будет? Ну, к сожалению, мы сейчас одну шайбу проигрываем, но я думаю, что тренерский штаб проведет работу в разделе. Ой, там знаешь, какая работа сейчас? Ну, я примерно представляю. По имени-отчеству всех мам, всех пап, там сейчас там. Ну, я представляю. Я думаю, или 3-2, или 4-2 в пользу нашему. А ваш тренер тоже такой? Ну, вот я помню, когда проигрывали последний кубок, он там, вы что же, что же ребята делаете? Не хотели играть, сидели бы дома вот это все? Ну, у нас немножко по-другому, потому что у нас нет таких перерывов, когда уходишь в раздевалку, то есть у нас между партнерами там буквально 2 минуты, полторы-две минуты, поэтому, да, там за короткое время успеваем получить, если нужно. Ну, и, дорогие зрители, мы не прощаемся со стороном Олега, мы продолжайте писать вопросы. Вопросы, да, есть, задавайте вопросы, обязательно. И после следующего периода мы снова встретимся с ним, мы подготовили Блиц. Готовься, Лоран, вот, не подсматривай. Он все прочитал. Нет, и обязательно-обязательно мы встретимся снова. Напомню, у нас еще конкурс ВКонтакте от нас, ведущих, озвучив Махмуд. Да, есть такое понятие, сибирский характер. А что вы скажете про татарский характер? Характер жителя республики Татарстан. Если есть своя версия, присылайте нам, мы выберем лучший характер татарстарский. Спасибо большое. Смотрим хоккей. Мы передаем нашим коллегам, Александру Пшеничному, Илье Тагирову, слово, встретимся после перерыва. Продолжение следует...